Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Западная Армения на 14-й сессии экспертного механизма по правам коренных народов. Бывший глава МИД Азербайджана требует изолировать послов США, Франции и России. Турки осквернили армянскую церковь Сурт-Хакавор в Константинополе. Микроавтобус, перевозивший нелегальных мигрантов, разбился в Ванском районе Западной Армении. 12 человек погибло, 20 раненых. Курсы миниатюрной живописи и искусства сведения в Матенадаране. Завершается реставрация выставочного зала дома-музея Ваана Тайряна. Фильм о Шарле Азнавури покажут в Амстердаме и Гааге. Несмотря на сложившиеся обстоятельства и пандемию, президент Армен Акабраамян выступит на 14-й сессии экспертного механизма по правам коренных народов в ООН. Выступление президента Армен Акабраамян в ООН в Женеве состоится во вторник, 13 июля всего года с 15.00 до 18.00. Вы можете следить за выступлением в прямом эфире на сайте веб-трансляции. Согласно сообщениям со всего мира, текущая ситуация в области здравоохранения продолжает оказывать значительное влияние на коренные народы и нации. Более чем когда-либо мы призываем армян всего мира объединиться с Западной Арменией, чтобы сделать ваш голос услышанным, защитить ваши права и жизни миллионов коренных народов по всему миру. Экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров выразил свое отношение к тому, что послы США, Россия и Франция не приняли приглашение правительства Азербайджана и отказались ехать в Шуши. Минская группа окончательно умерла. Послов трех государств подвергнуть официальной общественной изоляции, не принимать их и не принимать их приглашения на любые мероприятия до тех пор, пока они не поедут в Шушу. Всех, кто нарушит данное правило подвергать критике в СМИ, написал Зульфугаров в своем фейсбук-аккаунте. В социальных сетях опубликовано видео о сквернении армянской церкви Сурб-такавор в Константинополе. На кадрах можно увидеть, как турецкие вандалы танцуют на стене храма, где установлен крест. Западная Армения решительно осуждает такое отношение к армянскому наследию. По информации городской администрации задержано три человека, оскверневших армянскую святыню. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Анадолу в районе Мурадье, провинции Ван, разбился микроавтобус, перевозивший нелегальных мигрантов. В результате чего погибли 12 человек и 20 получили ранения. После сообщения об инциденте, к месту происшествия были отправлены пожарные, полиция и медицинские бригады. По словам источника, микроавтобус загорелся. Пожарные потушили его, а раненые были доставлены в ближайшие больницы. Провинция Ван, Западная Армения, считается одним из основных транзитных маршрутов для нелегальных мигрантов в регионе. Число таких случаев увеличивается с каждым годом. По инициативе заместителя директора Мехитарицкого центра Армении отца Георга Саркисяна, 17 молодых людей из разных регионов Армении приняли участие в занятиях миниатюрной живописи и искусства цветения, проводимых в Матанадаране фондом Месропа Маштоца. В ходе четырехдневного курса молодые люди познакомились с особенностями армянской рукописи, миниатюрной живописи и информацией о центрах письма, средневековой иконографией, палитрой, а также значениями изображений. По инициативе фонда поддержка Джавахку близится к завершению реставрационной работы выставочного зала дома-музея Ваана Тайряна в селе Ганзани Нотсминского района Джавахка. Дом от Савана Тайряна с 1957 года, превращенный в музей, находился на грани обрушения. Цель проекта – создать музей имени великого поэта, который станет визитной карточкой села Ганза. На первом этапе восстанавливается восстановочный зал музея, затем мемориальная её часть. С 15 июля в голландских кинотеатрах будет показан 76-минутный музыкальный документальный фильм «Ознавур Лерегард де Шарле», посвященный Шарлю Ознавуру. Фильм основан на том, что в 1948 году всемирно известная певица Эдит Пиаф подарила Шарлю Ознавуру 16-мм плёночную камеру, с помощью которой Ознавур снимает интересные эпизоды своей жизни. Роли, которые Ознавур сыграл во многих фильмах до 1982 года, дополняют его личную коллекцию дневников. Материал фильма «Ознавур Лерегард де Шарле» из его личного киноархива. Далее для вас музыкальная группа «Овер» – «Люснака, Лёсси Бабу». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего.